я тут поменяла постель у сони и прибежал кто это такой рыжий а кто-то такой рыжий прибежал сейчас свет включу кексик доброе утро доброе утро так ребята сегодня у нас 3 сентября как завещал шуфутинский календарь перевернут 3 сентября уже полном разгаре и воскресенье сегодня игрушка зашла мы сейчас ее сразу съест до мэрси отцепись я все с кексиком хотела поиграть марси но не получится а так вот так мы все прыгает высоко скажи меня на такие авантюры не подпишешь фиксик сразу мячик принес как же так играют они с ним вот так пожалуйста я уже кстати в топу лично классные мэрси дай кексику на секундочку дай мэрси ты ж типа больная кошка не все уже не на поведение мэрси это никак не отражалась она сама себя вылизывала постоянно а так она активная веселая но чуть-чуть была раздражительная марси тоже оторвала кусок меха есть это не надо блин все ребятки достала прям чулинис желудка вот тебе игрушки блин сейчас отрежу вот это вот будешь есть останется только шарик нельзя мэрси вампир у меня с самого утра продолжается готовка выпила кофе и съела творог больше ничего не хочу значит картошечку замариновала как всегда оливковое масло специи вкусненькие специи кто постоянно со мной на канале тот помнит я на сайте органическом заказывала приправы которые без консервантов без соли вот этими приправами и ножки замариновала тоже приправа для курицы и оливковое масло кстати лайфхак если ножка проваливается в решетку то вот можно шпажки продить и тогда никуда она уже не денется все буду запекать вкусняшку два часа дня время обеда ну кстати это будет нормальный первый прием пищи лёлик нельзя попылесосила полы помыла и фиксика горшок помыла так что заслужили всем еще раз большой привет я хочу с удовольствием ответить на вот этот комментарий спасибо большое автору очень интересные вопросы и давайте по порядку канал создала я очень много лет назад сразу скажу что это было модно мне хотелось быть популярной модной идти в ногу со временем почему бы нет нужно развиваться вот такие тогда у меня были мысли мне хотелось как все знаменитые блоги разрабатывать кучу денег мне казалось что это очень легко сделать на ютюбе потом позже я поняла что это совсем не так как кажется мне хотелось завести новых друзей мне хотелось общение мне хотелось это самое главное хотение я начала изучать до этого никогда ничего не монтировала вообще было далеко от видеосъемки и абсолютно мне казалось что я не смогу разговаривать на публику что не настолько у меня подвешен язык чтобы вести какие-то монологи лёша помог мне установить программы для видеомонтажа я начала их изучать глубоко копать все эти эффекты переходы озвучки уменьшения замедления ну в общем все 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 мне было безумно это интересно я погрузилась меня даже иногда не было времени приготовить покушать настолько я была увлечена этим процессом и это классно все свободное время до работы после работы я уделяла каналу я делала плейлисты я делала шапку красивую все это подписывала оформляла это очень важно снимала как влоговые видео так и тематические это и распаковка игрушек софии она тогда на тот момент была маленькой потом уже из архива я брала видео о беременности о рождении и монтировала такие целые фильмы потому что сонечка родилась 2010 году а видео начали выходить в пятнадцатом году все было прекрасно подписчики появлялись писали комментарии я была счастлива каждый день открывать youtube и видеть что цифра меняется цифра увеличивается я дождалась когда на канале появилась по моему тогда было условие 1000 подписчиков по моему так если я ошибаюсь простите в общем я добилась этого порога когда можно открыть монетизацию и получать уже с ютуба доход изучала тоже много материала как правильно оформлять как вести канал то есть от ютуба очень много полезной информации есть которую я советую изучить всем блогерам что там действительно отдельные советы есть и я немного зациклилась на количестве подписчиков на статистике я каждый день проверял а на доходе и это была моя ошибка когда подписчики стояли на месте либо наоборот отписывались люди меня это очень сильно расстраивало я видела доход который то росту резко падал меня это тоже расстраивало и когда ты не удовлетворен своей работой наступает быстрое выгорание так было и у меня появилась лень появились отговорки что нет времени снимать видео я стала находить в себе какие-то недостатки что-то я делаю не так мне казалось что недостаточно дорогие игрушки мы покупаем что недостаточно хорошо мы живем и нам нечего снимать мы никуда не ездим и никуда не ходим у нас недостаточно красивый ремонт я недостаточно красиво говорю в общем куча всего комплексов начала появляться плюс к этому чем больше у тебя подписчиков тем больше хейта это всегда так будет и я очень остро воспринимала хейт обижалась расстраивалась иногда даже плакала мне было очень обидно неприятно и в какой-то момент я сказала себе не хочу я устала я не буду все я прекратила снимать видео я разочаровалась что нет того дохода о котором я думала о котором я мечтала приблизительно посчитала чтобы зарабатывать какую-то приличную сумму нужно очень много лет снимать видео я была к этому не готова я жарю я хотела чтобы все было по щелчку пальца 10 видео снял и стал миллионером это колоссальная ошибка все разочарование пришло выгорание пришло и я отпустила youtube на довольно таки большой срок скажу честно в какие-то моменты очень хотелось вернуться но я боялась я не знала как вернуться не снимала не снимала тут здрасте я появилась я была в себе не уверена я не могла найти причину чтобы вернуться на youtube снова как ни в чем не бывало хотя постоянные подписчики писали где вы почему вы пропали почему не снимаете видео с вами все хорошо или нет частенько писали да и когда я читала эти смс мне прям сжималось сердце все равно где-то в глубине души это было вот такое мое солнышко которое меня радовало я когда пересматривала старые видео душа ликовала я понимала что это огромная память это бесценные видео которые вот сейчас я благодарна судьбе что я все-таки создала этот канал и имею возможность сейчас пересматривать эти ролики и вот 2022 году у меня появилась острая вы проснулась и поняла юля надо нужно но уже совсем другими мыслями в голове с другими ощущениями с другим пониманием зачем мне это нужно в первую очередь мне необходимо было общение мне нужно было отвлекаться от той ситуации которая происходила за окном сонечка выросла и не нужна была уже такая моя острая поддержка когда она совсем малышка мужчина не всегда может разделить твои интересы и взгляды мне остро нужна была поддержка подруги и вот для меня youtube это была вот такая подруга и есть сейчас еще раз повторю я очень благодарна что все таки продолжила вести свой youtube канал потому что сейчас я имею очень много подруг действительно подруг с которыми мы постоянно на связи они очень далеко но они меня поддерживают каждый день в трудную и в счастливую минуту они рядом благодаря youtube и вот сейчас подойдем к самой сути что же делать когда не хочется когда устал когда не знаешь что снимать как поступать первое не бросайте канал это прям вот обязательно не бросайте канал не рассматривайте его как прибыль как зарабатывание денег это не работает я всегда говорю что это мой дневник жизни это мой живой альбом с живыми людьми со знакомыми с общением с обменом полезной информации вот что сейчас для меня youtube у у меня и сейчас бывают моменты когда я не хочу ничего снимать на это влияет очень много причин бессонная ночь плохое настроение женское недомогание которое может быть регулярно каждый месяц погода в доме какая-то не очень благоприятная до лень в такие моменты нужно приостановиться оглядеться и сказать себе юля ты сегодня не готова снимать видео у тебя нет желания тогда не нужно не высасывайте видео из пальца это сразу чувствует зритель зритель эгоист им не важно какое у вас настроение что у вас случилось я обобщаю естественно есть зрители которые сопереживают поддерживают и огромная им благодарность но в основном зритель очень эгоистичен есть такой я не могу сказать конечно в процентном соотношении но вот какие-то там 15-20 процентов все равно мы немножечко актеры когда мы ведем youtube канал мы кое-что вырезаем мы что-то сглаживаем можем перезаписать видео вот я уже несколько раз говорила фразу потом повторяла ее немножко по другому это нормально и поэтому зритель хочет всегда видеть тебя улыбающимся дающим полезную информацию насыщенный влог всегда хочет и когда у тебя нет желания и настроения этот продукт дать лучше в этот день видео не снимать но не забывай о зрителям всегда дай о себе весточку прекрасно для этого работает вкладка сообщества где ты можешь прикреплять фотографии которые ты сделал сейчас или когда-то давно и хочешь поделиться со своими зрителями всегда предупреждай зрителя что видео не будет по какой причине если ты можешь ее озвучить то есть держи в курсе зрителя о том что у тебя происходит это очень важно связь со зрителем терять нельзя я приняла для себя решение что в те дни когда я работаю снимать завтрак и ужин а целый день я на работе нет смысла это неинтересно поэтому для этих дней я снимаю рецепты вот я себе во первых мы меняем ракурс мы немножко отвлекаемся это другой контент кстати монтировать рецепты немножко даже сложнее чем влоги это занимает больше времени ты отвлекаешь свое внимание перезагружаешься меняешь свою деятельность это кстати тоже классный прием чтобы не выгорать я всегда когда смотрю какую-то соцсеть тот же тикток что-то интересное ловлю какую-то цитату какую-то картинку какой-то рецепт я всегда все запоминаю пишу себе список какие видео у меня в голове возникают мысли какое видео можно снять какой рецепт на какую тематику и тот кто внимательный зритель он увидит что бывает рецепт 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 потом долго нет рецептов потом опять рецепт 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 долго нет чего-то потом было у меня направление когда я мотивировала людей какие-то вот каждое утро мотивацию дня потом мне это надоело я перестала это делать но в то же время я постоянно на канале то есть переключайтесь не бойтесь экспериментировать меняете что-то развивайтесь если человек недоволен результатами своей работы выгорание неизбежно а если вроде бы все идет стабильно хорошо все получается есть отдача зрителя есть нормальная критика есть хейтеры то есть это все хорошо так и должно быть но идет выгорание значит это не стрессоустойчивый человек снимайте видео которое вам нравится на ту тематику которая вам интересна в которой вы как рыба в воде это сразу чувствуется что человек владеет информацией ему комфортно и легко будет тогда подача этого продукта этого материала и да я с уверенностью могу сказать что youtube это труд это работа кто бы что бы не говорил но только ютюбер который ведет канал ежедневно выставляя видео поймет что это действительно так когда я не вела каналы я думала боже деньги ни за что зарабатывают на самом деле это не так это колоссальный труд это ответственность вот как у меня есть ответственность перед мужем и дочерью так у меня есть ответственность перед вами зрители вас нужно накормить пожелать спокойной ночи пожелать доброго утра поделиться нужной информацией то есть я всегда каждый день о вас думаю это ответственность youtube вообще очень сильно дисциплинирует то есть для меня это вот как еще один этап дня мне нужно накормить животных мне нужно накормить семью мне нужно что-то убрать мне нужно сходить в магазин мне нужно сделать видео то есть это пункт ежедневного труда и вычеркивать это никак нельзя но еще раз повторю если уж очень не хочется выдавливать из себя видео не нужно потому что зрители это сразу почувствуют сделайте перерыв отвлекитесь перезагрузитесь сделайте паузу только скажите об этом зрителям и они обязательно вас дождутся и вы с новыми силами войдете в свой канал улыбаясь и радуя своего зрителя а я привела себя в порядок и отправляюсь на квартиру у меня там есть кое-какие дела хочу сказать что в Киеве похолодало резко я уже надела костюм с длинным рукавом ну конечно легкие но тем не менее все я уже выдвигаюсь Сонечка осталась дома на хозяйстве ой хочу ребятки сказать что эта неделя у меня была наверное одна из самых сложных после того как мы переехали в Киев я практически каждую ночь плохо сплю очень часто просыпаюсь и в 4 и в 5 и в 6 даже магний не помогает сейчас а все потому что сплю одна без Леши и результат на весах минус 4 с половиной килограмма и результат на весах минус 4 с половиной килограмма за 8 дней спасибо